Сам Эрик Дреслер, основатель по существу нанотехнологии, он подписан на замораживание в фирме Аукор. То есть он сам лично верит в то, что Кривоника будет работать в будущем и что она его оживит. А сейчас какие еще знаменитые люди заморожены? Ну, Эрик Дреслер пока еще не заморожен, он подписан. А подписан, да? Да, ну и его тоже друг-единомышленник Маркин Минский, который возглавляет кафедру феймана. А кто вообще в принципе состав? Ну, самый может быть знаменитый, это замороженный для Америки знаменитый. Это Тед Вильямс, это легенда бейсболга, американского бейсболга. Вот это вот, ну у нас в России он менее известен. А среди знаменитых, ну там ходят легенды, что якобы Дисней заморожен, Сальвадор Дали, но это не так. Это просто чисто легенды. Ну, трудно сказать, какие для России знаменитые. Это же в основном все американцы. Ну, Пэрис Химптон сказала, что подписала контролю. Ну, это что-то, наверное, анекдотно. Но я спрошу, когда приеду, это совершенно недавно. Ну, да, когда было. А когда, это достоверный... Ну, и средства массовой информации. Ну, и в каком анониме, в Аукории или в Институте Кривойни? Не знаю, ну, Валькория, Валькория. Наверное, Валькория. Ну, Валькория... А вообще, какой состав обычно для людей, которые подписывают? К чем они занимаются, которые подписывают контракт? Ну, вот в Аукории, значит, состоит, ну, где-то 780, кажется, членов в Аукории. В нашем Институте Крионики, ну, каждый день она меняется, там прибавляется, ну, где-то 650. То есть мы практически догоняем Аукору. У нас Институт растет более быстрыми темпами. А во всем мире, ну, наверное, где-то, может быть, всего 2000 человек, которые активно занимаются кривойникой и которые...